Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре про правильный понедельник. Сегодня мы возвращаемся на финансовые рынки с глубинным анализом тех основных макроэкономических событий, которые имели место быть в рамках прошлой торговой пятидневки. Сейчас, учитывая особый резонирующий эффект от действий Европейского Центрального Банка, оценить фундамент очень важно, потому что знаю, что среди вас есть и долгосрочные трейдеры, которые ориентируются на поиск таких же долгосрочных инвестиционных возможностей. Прежде чем двинуться дальше, традиционная проверка связи, как меня слышно, нет ли проблем со звуком и с изображением. Вижу вот уже плюсик, хотелось бы увидеть их побольше, чтобы понять, что речь идет об отсутствии проблем технического характера у всех. Как меня слышно? Ну, три плюса уже достаточно. Также имейте в виду, что если проблемы возникнут по ходу самого вебинара, об этом нужно будет мне сразу же сообщить, хотя, наверное, я узнаю об этом так же быстро, как и вы. Но в любом случае имейте в виду, что обратная связь, она может быть полезной. И не забывайте о том, что вы можете навести курсором мыши на мое изображение, там будет бегунок громкости. Подстроите этот параметр непосредственно под себя. Полагаю, что все те, кто хотел посетить наш сегодняшний вебинар уже в сборе, те, кто не смог по каким-то причинам уже посмотреть запись, которая будет доступна на нашем официальном канале на YouTube уже буквально с завтрашнего утра. Также за последние две недели так и не дождался от вас обратной связи, так называемого фидбэка по поводу того, является ли время в 16.30 наиболее комфортным и удобным. Понимаю то, что многие работающие люди, которые в этот момент в 16.30, если ориентироваться на московское время, находятся в офисных помещениях и не имеют возможности подключиться в прямой эфире. Но судя по тому, что таких обращений было немного, полагаю, что 16.30 это подходящее время. Не забывайте о том, что я абсолютно в этом плане и гибкий, я при необходимости могу проводить вебинары и позже, и раньше, в общем, если будет такой массовый запрос. Поэтому, если в этом есть потребность, можете писать об этом прямо сейчас, прямо в рубрику «Общий чат» либо «Вопросы». Прислушаемся и, соответственно, скорректируем общий график. Ну а теперь давайте переходить к финансовым рынкам. Сценарий для тех, кто регулярно посещает вебинар, остается неизменным. И знаете то, что у нас сначала оценка основных событий прошлой недели, после мы плавно переходим на основные отчеты и макроэкономические релизы, которые на повестке только пятидневки. Ну и замыкаем традиционно каждый вебинар оценкой перспектив таких среднесрочных в качестве дополнительного ориентира по наиболее ликвидным валютным парам. И в последнее время эти ориентиры очень неплохо себя оправдывают. Правда, в долгосрочные тренды они никак не могут пока перерасти, но это вопрос ближайшего времени, потому что чую, что вот-вот мы увидим тот самый долгожданный разворот по евро и, соответственно, будем ориентироваться на рост американской валюты. Думаю, что среди вас также есть такие же фанатичные приверженцы идеи ослабления рисковых инструментов и роста американцев. Поэтому я на вашей стороне, собственно, так же, как и на нашей стороне, многие инвестиционные банки, в частности, я ориентируюсь на BNP Baripa, на Morgan Stanley и Bank of America. Вот там также такие ожидания присутствуют и такие взгляды они разделяют. Давайте начнем прямо с самого начала. Традиционно мы стартуем с динамики европейской валюты, потому что евро у нас традиционный барометр вообще спроса к рисковым активам. И поскольку это самая популярная валютная пара, понятно то, что практически каждое событие сначала рассматривается как бы через призму влияния именно на этот валютный актив. Евро на протяжении всей недели находилось под таким спекулятивным ожиданием долгожданного заседания Европейского Центрального Банка. Отсюда, в принципе, и волатильность со всеми вытекающими последствиями. Локальный хай, который пара евро-доллар достигла во вторник, составил 1,1057. Ну, правда, оттуда последовал потом значительный откат. Интересы к евро в начале прошлой недели поддержали слабые данные по торговому балансу Китая, которые в очередной раз просигнализировали об актуальных мировых проблемах, которые мы строим по статистике Китая и транслируем их на уже состояние мировой экономики в глобальном характере. Ну и находим даже предпосылки самого непосредственного влияния на отдельные регионы. В частности, экспорт Китая за прошлый месяц, вы видите на своих экранах, просел на 25% против прогноза снижения на 12,5%. Импорт минус 13,8%, прогноза минус 10%. Ну, 25% это, конечно же, просто катастрофа в целом. Несмотря на активную позицию Народного банка Китая, мы знаем то, что они постоянно манипулируют, ну, в хорошем смысле этого слова, скажем так, с курсом национальной валюты, пытаются поддержать национальных производителей, пересматривают нормативы резервирования в отношении коммерческих банков и задействуют еще целый ряд стимулов, которые должен привести к оздоровлению второй повлечения экономики мира. Ну, пока время идет, кварталы за кварталом шагают, но в целом ситуация не меняется. И если уж говорить совсем объективно, ситуация только ухудшается. Поэтому спад и замедление китайской экономики продолжаются, а этот самый спад и замедление китайской экономики мы обрисовываем как, наверное, один из самых определяющих негативных факторов, которые сейчас присутствуют на глобальном мировом рынке. И, к сожалению, Китай вот за последние несколько кварталов уже неоднократно доказывал нам, что может приковать к себе максимум внимания и заставить трейдеров выйти из расположения, из приверженности старых инвестиционных идей и полностью сфокусировать трейдерское внимание на рисках, которые сулит спад Китая и рисках, которые, к сожалению, приводят к не совсем предсказуемым движениям на финансовых площадках, не только рынка Форекс, но, разумеется, фондовых секций. Я думаю, что те, кто давно ориентировался на снижение пары евро-долларов, вы помните, еще с конца прошлого года, мы уже неоднократно видели, как Китай подкидывает такую неприятную мину, провоцирует трейдеров на уход в защитные активы, а спрос на защиту финансируется за счет как раз европейского валютного актива. В целом это является причиной периодического роста евро, который мы наблюдаем. Если сфокусироваться уже на других данных, здесь в начале недели также стоит непременно отметить еще европейскую статистику, в частности квартальные ВВП прибавили на целых 0,3%, а годовое плюс 1,6% против прогноза 1,5%. Не подвело, что странно и промышленное производство в Германии плюс 2,2% в годовом эквиваленте против прошлого снижения на минус 1,3%. И в целом мы видели достаточно позитива и в рамках месячного прироста, потому что он составил 3,3% против прошлого снижения на минус 0,3%. Тем не менее, ожидание возможного пересмотра курса денежно-кредитной политики все же оказалось сильнее. Евро отступило, из-за этой среды мы видели то, что евро понемногу стало снижаться и в принципе оказалось ниже поддержки на отметке 1,10%. Если уж быть совсем точными, то среда была закрыта на уровне 1,0997. Американская валюта против иены до оглашения итогов заседания Европейского центрального банка консолидировалась в довольно узком коридоре в несколько фигур 112,114. Мы видим то, что и сейчас доллар, несмотря на мой взгляд присутствующие объективные основания для роста, пока никак не решается, чтобы оказаться выше этой сопротивленческой планки и соответственно предпринять попытку ухода в район 115 иен, откуда мы ее поджидаем уже на протяжении нескольких недель. Где мы ее поджидаем? Думаю, что движение к этому рубежу вопрос времени, только конечно же какого времени? Наверное, нужны стимулы. Безусловно, без поддержки для дополнительной убедительности роста фундаментального для доллара сейчас не обойтись. Поэтому мы продолжим следить за макроэкономическим фоном, за национальной статистикой, тем более что на этой неделе вы знаете то, что у нас есть парочку сначала макроэкономических отчетов, а в среду уже просто чудовищно. С точки зрения потенциальных последствий для американца день – это когда будет пересмотрена ставка ФРС и состоится пресс-конференция монетарного руководства США, где снова выступит Жанн Хиллен и прольет свет на дальнейшие изменения монетарной политики. Собственно, такое же серьезное событие судьбоносное, я думаю, что не будет привлечением сказать именно так, как и прошедшее заседание Европейского Центрального Банка, о котором мы, разумеется, сегодня поговорим чуть позже. Если вернуться к паре USD-йена, хочу отметить то, что на самом деле для роста даже на прошлой неделе до этого валютных активов было достаточно оснований. И лично я еще ориентировался на комментарии вице-президента ФРС Фишера, который подтвердил близость американской экономики к максимальной занятости. Это очень важный момент. И то, что постепенное снижение свободных трудовых ресурсов в конечном счете должно стать причиной роста логичного потребительской активности. А рост потребительской активности, он в конечном счете должен провоцировать соответствующие положительные изменения и в динамике индекса потребительских цен. Наверное, если мы в ближайшее время получим все-таки сигнал того, что инфляция в рамках американской экономики также подрастает, у нас будут все козыри на руках. Собственно, так же, как и у всех трейдеров, которые делают ставку на рост американцев, чтобы не сворачиваться этого пути и непременно двигаться к тем высоким ценовым значениям и ориентирам, на которые мы с вами поглядываем. Ключевой посыл того анализа, тех прогнозов, которые мы с вами проводим, это, конечно же, долгосрочные взгляды. Потому что строить какие-то среди краткосрока, это неправильно. Очень трудно, учитывая текущую волатильность, предположить, что будет в долгосрочной перспективе с рынком. Но долгосрочно общий тренд уловить всем можно. Поэтому именно этим мы и стараемся заниматься из брифинга в брифинг и, соответственно, из правильного понедельника, скажем так, в правильный понедельник. Среди других активов, разумеется, обращаем внимание традиционно на фунт. К концу торговой сессии среды, британец просел до отметки 1.42.14. Хотя я ожидал то, что британец должен был оказаться в числе аутсайдеров гораздо раньше. И даже на уровне 1.42.14 останавливаться не должен был. На мой взгляд, по-прежнему куда более фундаментально опаскованными значениями для британца является значение ниже уровня 1.40. Я полагаю, что в ближайшее время мы туда и спустимся. Причин, на самом деле, для разгрузки британца куча. Это статистика, в частности, по-прежнему я не могу найти отражение крайне от слабых отчетов по состоянию сферы услуг, строительного сектора и промышленности в динамике британца. Хотя совершенно логично, такое отражение должно было иметь место быть. Потому что на что еще реагировать, если не на катастрофические показатели сферы услуг, которые составляют больше 85% в национальной экономике. И фунт, между прочим, очень, скажем, поверхностно отреагировал на выход этой статистики. А может быть, даже этот важный, важнейший релиз оказался и прошел для британца практически незамеченным. Думаю, что это заблуждение говорить о том, что этот отчет не найдет, не будет дисконтирован в динамике британца. Поэтому таких заблуждений строить мы не будем. Просто ожидаем тот факт, что британец пусть растет сейчас. Тому есть основания, связанные они, опять же, с не совсем оправданной реакции европейской валюты. И если на рынке присутствует такая высокая корреляционная степень динамики евро и фунта, то как только евро все-таки осознает отсутствие оснований для своего роста, мы увидим такую же разгрузку соответственно и прочих рисковых инструментов. И, быть может, он будет во главе этой потенциальной коррекции. Брекзит – это второй фактор, который является негативным для фунта. И, к сожалению, пока мы этот важный вопрос, скажем, отодвигаем на дальние планы. Потому что сейчас актуальных новостей нет. Я думаю, что в ближайшее время не будет. До референдума, который состоится 23 июня, еще очень много времени. Если какой-то дополнительный новостной фон, комментарии со стороны высокопоставленных чиновников, может быть, дальнейшей спекуляции на тему того, что этот выход из состава Европейского интеграционного союза – это неизбежное, по сути, решение. Если это что-то подобное будет на рынке, вы первыми об этом узнаете. Ну и что касается еще одного негативного фактора, я тут хочу отметить еще и пресс-конференцию Карни, которую он дал на прошлой неделе. Это председатель Банка Англии. Напомню то, что Карни дал собственную оценку последствиям сохранения членства Англии в составе Европейского интеграционного союза. И, на мой взгляд, это очевидное свидетельство того, что и Карни поддерживает компанию по потенциальной автономии Англии. Это очень важный момент. Если вы делаете ставку на ослабление фунта, ни в коем случае не позволяйте рынку сейчас убедить себя в том, что фунт развернулся и, соответственно, сейчас стремится уже в канале восходящего тренда, чтобы тестировать новые сопротивления. Может быть, локально какой-то интерес фунта еще будет. Но если копать глубоко, оснований для роста нет. Поэтому я с самого начала сказал, что сейчас причина роста – это просто корреляционная связь с евро. И как только запал этот триггер для роста главного риска сойдет на нет, также такого роста мы уже не будем наблюдать по британцу. И тогда весь фундамент, когда мокрых меч, он просто сойдется над макушкой британца и укажет ему на то, что ему необходимо будет последовать куда ниже тех значений, на которых он торгуется сейчас. А значение куда ниже, как я уже отмечал, это уровни 1.40. Мы очень неплохо заработали в конце прошлого года, да и в начале этого, на коррекции британца. И напоминаю то, что даже тогда, когда мы, невзирая на, может быть, более серьезные и спекулятивные основания, но ни в коем случае не фундаментально подтвержденные, против позиции рынка делали ставку на то, что фунт будет слабеться. Я также рекомендовал вам не отказываться от идеи слабости британца. И в итоге мы видели, как фунт неплохо просел и умудрился даже, ну, практически плотно подобраться к уровню 1.35. И на этом я предлагал не останавливаться. И это также была позиция против общего рыночного мнения. И сейчас я строю точно такое же позиционирование. Мы с вами зрим корень, и сейчас предпосылки, опять же, дальнейшей динамики фунта оказывают на то, что этот актив можно и дальше распродавать. Франк в среду снова добрался до паритета. Уже в который раз мы тестируем эту планку. Для тех трейдеров, которые регулярно смотрят брифинги, знают то, что на паритете мы останавливаться не собираемся, потому что для нас ближайшим ориентиром является уровень 1.03. И если бы все пошло как по маслу в четверг, у нас были бы уже основания, чтобы вместе с евро засыпиться за более высокие значения и по паре USD с ВИС. Но, к сожалению, мы предполагаем, рынок располагает, и пока такой возможности нам подарено не было. Но это не значит, что мы будем отказываться от идеи роста американца и слабости швейцарской валюты. Потому что, если вы не хотите обращать внимание на локальную статистику, если вы не хотите строить определенные прогнозы по расхождению денежно-кредитной политики европейского региона и Швейцарии, и понимать причинно-следственную связь, вследствие которой национальная валюта в Швейцарии должна ослабеть, я хочу, чтобы вы тогда уж не игнорировали точно те комментарии, которые мы слышали со стороны Национального банка Швейцарии. Эти комментарии явно указывали в пользу того, что монетарное руководство Швейцарии само заинтересовано в том, чтобы ослаблять курсы национальной валюты. Каким образом? Инструментов куча, снижение процедуры ставки, тем более, что это сейчас тот инструмент, который очень лихо применяется регуляторами. Ну, либо старые добрые валюты интервенции, которые, на мой взгляд, являются даже более реальным фактором вмешательства в текущую экономическую конъюнтуру. Поэтому франк у нас позиционно слабый валютный актив. Я бы не стал сейчас говорить о том, насколько он переоценен в отношении доллара. Но хочу сказать то, что ключевое слово я уже произнес, переоценен. То есть ждем слабости, ослабления и роста пары везде свиси, особенно если в перспективе ближайших недель мы получим несколько убедительных доводов либо со стороны Национальной статистики США, либо со стороны комментариев высокопоставленных американских чиновников о том, что ФРС по-прежнему не снял с повестки обсуждения шаха, предполагающей еще одно повышение процентной ставки. Из других активов отмечу нефть, которая после достижения локального хая на отметке 41.47 довольно быстро вернулась на землю, в принципе даже в район 40 долларов за баррель. Если посмотрим на актуальные которые и сейчас, то значение еще ниже. Поспособствовали этому данные от Американского института нефти. Это традиционный отчет, на который мы ориентируемся прежде всего. АПИ, согласно которым запасы нефти выросли на 4,4 миллиона против прошлого роста на 9,9 миллиона. Уверен, что на откат повлияли и данные по Китаю. Если говорить уже про более объективный отчет, это статистика уже от Минэнерго США, то здесь соответственно тоже у нас очевидный фактор, очевидное следствие прироста запасов, что в целом должно было также выступить причиной и ослабления бренда. В частности, запасы выросли и по версии Минэнерго. 3,8 миллиона против прогноза 4 миллиона. Хочу отметить тот факт, что сегодня на брифинге мы детально разбирали эту статистику и влияние, соответственно, на нефть. И здесь есть два полярных таких подхода к оценке того, каким образом эти макроэкономические отчеты и этот новостной фонд по нефти сказываются в стоимостной динамике Brentley WTI. Если запасы увеличиваются, соответственно, актив должен слабеть. Наоборот, если запасы снижаются, актив должен расти. Но сейчас те, кто внимательно следит за динамикой нефти, понимают то, что на рынке присутствует новостной фактор и, по сути, рыночные ожидания, которые связаны с возможностью прохождения встречи 20 марта, ну, точнее, уже решено. Эта встреча состоится, встреча опека и представителей России, где будут обсуждать возможность выработки какой-то солидарной позиции по восстановлению оцен на черное золото. Сейчас это событие является для нефти номер один, поэтому мы видим повышенный спрос на этот актив, поскольку сейчас практически 80% вероятности того, ну, такую оценку я обозначаю, потому что слышал не одно мнение того, что же ожидать от предстоящего заседания. И большинство тех экспертов, с которыми общался я, надеются то, что это заседание станет особо прорывным. Поэтому присутствующая надежда на то, что договоренность будет на один из стороны, придут к консенсусу, компромиссу и общему знаменателю, является причиной такого спекулятивного подъема оптимизма в отношении бренда. Вот бренд уже растет больше недели, за прошлую пятидневку прибавил больше 6%, и поскольку до 20 марта у нас еще полноценной недели полагают, что будет не лишним сделать ставку на то, что бренд продолжит консолидироваться даже выше 40 долларов за баррель. Но выше этого рубежа, конечно же, заберемся вряд ли, потому что и без того мы увидели то, что бренд скакнул с уровня практически 33-34 доллара за баррель до отметки выше 40. Если переведем на процент, это больше 20% прироста. Это очень много, конечно же. Наверное, только на спекулятивных ожиданиях ехать так высоко не совсем правильно. Поэтому сейчас мы видим коррекцию, ослабление, поскольку трейдеры понимают то, что слишком высоко затрали актив к текущему времени. Но это ралли может легко продолжиться, если все-таки стороны и участники предстоящей встречи, которая пройдет либо в Москве, либо в Вене, но, скорее всего, в Москве договорятся. Но другой сценарий указывает на то, что если стороны не договорятся, мы снова полетим вниз к тем уровням, из которых и начался этот подъем, а вслед за отметкой сопротивления 35, потом 30, будут, возможно, и более низкие ценовые ожидания. Потому что перепроизводство сохранится, а мировая экономика, взгляните еще раз на статистику, которую мы анализировали по Китаю по состоянию торгового баланса, указывает на то, что будет ослабеть и дальше. Значит, спрос и предложение по-прежнему будут искать друг друга, но вряд ли найдут, с учетом такой расстановки сил. Поэтому по бренду стараемся каждый день оценивать перспективы этого актива. Если среди вас есть трейдеры, которые уделяют именно ему максимум внимания, тогда буду рад видеть вас на нашем ежедневном брифинге, где, собственно, и касаемся перспектив этого товарно-средневого актива. Далее идем. Если перед тем, как сделать уже основный упор на динамику Европейского центрального банка, точнее, на решение Европейского центрального банка по изменению денежно-кредитной политики, хочу обратить ваше внимание еще на абсолютно неожидаемое событие, которое все-таки произошло на прошлой неделе. Это решение Резервного банка Новой Зеландии снизить процентную ставку с 2,5% до 2,25%. Честно говоря, я полагал, что если это снижение последует, то не так быстро, как произошло. Но мы видим то, что Резервный банк Новой Зеландии все-таки высмотрен необходимости действия именно сейчас. Реакция Новой Зеландца в моменте была абсолютно оправдана, ослабление до уровня 0,6617. Но потом уже, возможно, трейдеры снова сфокусировались на Европейском центральном банке. И тот, по сути, резонанс, то следствие и та влатилисть, которую мы наблюдали уже по факту решения, и стала причиной уже не распродажа Новой Зеландца, а последующего роста. Но это точно такой же не обоснованный, не оправданный, а только коррекционный рост, который мы наблюдаем в отношении евро. Поэтому, как только евро развернется, я думаю, что оно потащится с собой и, соответственно, и Ауси, и Киви тоже. Отмечу также еще и комментарии председателя Резервного банка Новой Зеландии, у билера о том, что курс новозеландской валюты по-прежнему является перекупленным, больше, чем на 5%. Интересна, конечно же, формулировка, потому что это, по сути, очевидный сигнал для всех трейдеров, которые спекулируют этим активом на то, чтобы долгосрочно его распродавать. Я считаю, что это будет правильная позиция. И мы в целом по-прежнему сохраняем свой исключительно медвежий взгляд как в отношении австралийца, так и новозеландца. Но нужны дополнительные сигналы. Нужно пробитие сопротивления, которое по австралийцу значится на уровне 0,70, по новозеландцу против доллара на отметке 0,65. И до тех пор, пока мы не доберемся до этих значений, я повторяю это из брифинга, пока торговать этими валютными парами крайне рискованно и нецелесообразно. В общем, держитесь подальше сейчас. Но волатильность последних дней показывает нам то, что рисковые активы против американца могут демонстрировать очень чрезмерную волатильность и, соответственно, проходить более чем по фигуре за одну торговую сессию. Поэтому при определенном благоприятном для нас течение обстоятельств мы сможем добраться до указанных рубежей вот в ближайшее время. Ну и, наконец, плавно мы передошли к Европейскому Центральному банку. Здесь решений очень много. И если, опять же, зайти издалека, чтобы сделать ставку на то, почему мы ожидали решительности со стороны европейского регулятора, то вы все прекрасно понимаете то, что ключевой посыл – это крайне низкие значения по инфляции. И, исходя из низких значений по инфляции, ЕЦБ уже обещал нам то, что не будет тянуть резину и последует это делом в заставу. Мы ждали это еще в конце 2015 года, но, к сожалению, подобной решительности затянулось. И в итоге мы дождались только в прошлый четверг. Решений было очень много. Сегодня, кстати, на рынке также детально рассматривали эту ситуацию. В целом определяли даже несколько сценариев, вы помните. Лично мы предполагали то, что ставка будет снижена по депозитам 0,1%. Это был также оптимистичный сценарий. Сверхоптимистичный, как я уже отмечал, это возможность еще увидеть и коррекцию программы количественного смягчения. ЕЦБ пошло еще дальше, потому что порезал ставки как по рефинансированию, так и по депозитам и расширил программу количественного смягчения до очень уж совсем высоких уровней. Это 80 миллиардов евро в месяц. То есть это более агрессивный выкуп активов, который будет актуальным уже с предстоящего апреля месяца. Подобные экономические стимулы, они полностью укладываются в мандат Европейского Центрального Банка. И, честно говоря, долгосрочно они являются просто кричащими факторами в пользу того, что евро останется среди аутсайдеров. Потому что мы говорим уже об основном росте и расширении баланса Европейского Центрального Банка. 80 миллиардов евро в месяц – это очень много. И как только Драги стал резать процентные ставки, реакция, в принципе, европейской валюты была абсолютно оправдной. Потому что мы увидели снижение в районе 1,08, там 20 с небольшим. И, действительно, тогда я, наверное, как и многие участники рынка, разделял ожидание того, что на этом снижение евро не закончится, и мы увидим более низкие ценовые значения. Но потом состоялась пресс-конференция, где кто-то высмотрел намек, либо даже услышал фразу о том, что ЕЦБ больше не будет снижать процентные ставки. Еще раз повторюсь, на брифинге говорили об этом. Посмотрел я всю конференцию уже в записи. Никаких намеков и никаких формулировок в пользу того, что ЕЦБ больше не будет повышать процентные ставки не было. Поэтому для меня было крайним изумлением наблюдать вот этот прострел наверх, когда пара евро-доллар умудрилась уйти выше уровня 1,12. Более того, я хочу сказать, что в ходе своей пресс-конференции представитель Европейского Центрального банка Майо Драги сделал мне один акцент в пользу того, что инфляция, которая является ключевым сейчас параметром для дальнейших изменений в денежно-кредитной политики, по-прежнему желает лучшего с точки зрения прироста. И против прогноза расширения индекса потребительских цен до 2%, точнее до 1% в этом году, Драги пересмотрел эти ориентиры до 0,1%. То есть до конца этого года Европе повезет, если индекс потребительских цен сможет покинуть отрицательную пропасть, то есть зону дефляции. И я думаю, что если все-таки стороны ОПЕК и России не найдут общего знаменателя, не договорятся по снижению объема производства, мы увидим сползание цен на нефть снова к тем ориентирам, о которых я говорил. Это тотальные распродажи всего энергосырья. А снижение цен на нефть станет причиной падения и индекса потребительских цен. То есть я бы даже сказал, что при реализации подобного сценария, мы увидим еще неоднократную решительность со стороны Европейского Центрального Банка, потому что без более агрессивной поддержки, даже несмотря на ту поддержку, которая была населена в прошлый четверг, валютный блок не обойдется. Особенно если действительно цены на нефть снова пойдут вниз. Володильность вы прекрасно видели по паре евро-доллара была просто феноменальней. 400 пунктов диапазон хода, колоссальное снижение вниз и такой же выстрел наверх. Но до сих пор для меня большая загадка, почему же это произошло. Действительно ли только простые слова, которые ничего не значат на пресс-конференции, это не интервенции, не серьезные самополагающие заявления стали причиной абсолютно неоправданного роста европейской валюты. Поэтому сейчас я делаю особый акцент на то, что чем выше сейчас торгуется пара евро-доллар, тем более привлекательным, более существенным профит может быть, если вы сделаете ставку на коррекцию, на долгосрочную перспективу. И для тех, кто до этого занимал такую выжидательную позицию, считайте то, что Драги собственными усилиями подарил вам колоссальную возможность, чтобы еще раз детально, фундаментально оценить перспективы европейской валюты, взглянуть на фундаментальную картину в рамках валютного блока, оценить все за и против, взвесить риски и потенциальные прибыли, принять решение о том, что евро остается аутсайдером. И к этому движение аутсайдера, которое непременно пойдет в самое ближайшее время, я советую вам, соответственно, и присоединиться. Американская валюта продолжила консолидироваться в коридоре 112-114. Даже такое событие, как ЕЦБ, не выбило американца из колеи. Хотя могла бы, конечно же, особенно наши спекулятивные ожидания, нашу визуализацию того, что доллар должен стоить гораздо больше, особенно против своего защитного оппонента японской валюты. Поддержка была, это национальная статистика по заявкам на пособие по безработице. Вы знаете то, что на этот отчет мы обращаем внимание, но особенно приятно не делать акцент на этот релиз тогда, когда мы видим очевидное улучшение американского рынка труда. В прошлый четверг именно так оно и было, потому что 259 тысяч против прогноза, против прошлой оценки 277 тысяч – это прогресс, мягко говоря, указывающий на то, что вслед за показателем по безработице в 4,9% мы увидим еще более низкое значение. А значит, возможно, следующие новые фарм-пайрлсы укажут нам на более серьезный прирост по новым рабочим местам внести с хозяйственного сектора и будем надеяться, что станут причиной и активизации индекса потребительских цен с точки зрения роста. Но сначала, конечно же, нужно увидеть еще и рост заработных оплат. Опросы рейтерс отметили то, что большинство экспертов на текущий момент ожидают то, что во втором полугодии ставку ФРС поднимет до 0,75%. Но сначала нам нужно пережить торговую сессию среды, потому что в среду, разумеется, ФРС поставит на пересмотр ставку, но сохранит ли он ее на прежнем уровне, либо все-таки повысит вероятность этого 10%, хотя нет. Если говорить совсем уж объективно, вероятность того, что ФРС поднимет ставку в ходе предстоящего заседания меньше 5%. Но рынок такая непредсказуемая система. Вот по Новой Зеландии мы не ждали снижения процентной ставки. И вопреки ожиданиям резервный банк Новой Зеландии, когда этого никто не ждал, взял и снизил процентную ставку. Может быть, нечто подобное с точки зрения сюрприза мы сможем увидеть и в эту среду. Поэтому максимум внимания. Ни в коем случае не упустите возможности, которые сейчас появляются на рынке, опять же, в преддверии ФРС. И эти возможности я рекомендую реализовать с точки зрения роста американца. Также хочу отметить еще канадца, потому что канадская валюта сначала большую часть недели ориентировалась на динамику нефти, а потом переключилась еще на национальную статистику, в частности, на данные по рынку труда. Уровень безработицы 7,3% – это максимум за три года. Еще один фундаментальный негатив, который должен сказаться в динамике канадца. Поэтому, если все пойдет, как мы прогнозируем, с точки зрения долгосрочных ориентиров, то есть снижение нефти и рост доллара, USDCAD у нас снова развернется и пойдет к нашему заветному ориентиру, который сейчас значится по этой паре на отметке 1,40. Евро резонировало от событий ИЦБ, в принципе, сегодня продолжается это движение. Если говорить про КЛОС, в принципе, европейская валюта против доллара – 1,1150. Фунт остановился на февральском хайе 1,4371. Австралийцы и Новозеландии следовали за европейской валютой. Что касается доллара, то этот актив продолжен консолидироваться недалеко от уровня 114. В принципе, делает это и сейчас. Еще отмечу все-таки фунт, потому что даже несмотря на достижение локального хайе 1,4371, еще в пятницу вышел прогноз по инфляции, который был пересмотрен с 2% до 1,8%. То есть пересмотр прогноза по инфляции явно указывает на то, что Банк Англии по-прежнему не рассматривает возможности повышения процентной ставки. Я считаю то, что для скептиков, к которым, собственно, я отношусь в отношении британца, это еще один убедительный сигнал, по крайней мере, для долгосрочного основания, чтобы делать ставку на ослабление фунта. Но об этом мы уже, собственно, говорили. Немного мы затянули, конечно же, с оценкой прошлой недели, но, наверное, фундамент требовал больше внимания, и мы сейчас это внимание, конечно же, ему и уделили. Надеюсь, этот материал был вам полезен. А теперь давайте переходить к отчетам предстоящих дней. В частности, завтра у нас протокол заседания Резервного банка Австралии. Традиционно ранним утром пресс-конференция и комментарии по денежно-кредитной политике составной банка Японии. На этой неделе, помимо ФРС, мы будем следить еще за японским регулятором, потому что по-прежнему не исключаю возможности того, что да не я не исключаю, а само японское монетарное руководство не исключает возможности решения программы количественного смягчения. И вы понимаете, что если рынку будет подарен дополнительный сигнал в пользу того, что это случится в ближайшее время, значит, для нас это ковровая дорожка, зеленый свет, как хотите. Но это то, что будет повышать интерес к идее, связанной с трейдингом по паре USD и Йена на контрастности монетарных политик. Потому что Банк Японии смягчает экономическую политику, а вот ФРС давно уже перешел к его постепенному ужесточению монетарного курса. Из отчетов, которые будут посвящены уже американскому рынку, это роничные продажи. Здесь я жду хорошую цифру, потому что мы видели активизацию по, соответственно, потребительской активности, мы видели хорошее состояние американского рынка труда, что в целом должно было сказаться на благополучии американских потребителей. И логичным следствием этого должно стать и рост роничных продаж. Индекс цен производителей я сюда вынес отдельным отчетом, потому что сейчас помимо ключевых блоков статданных, все-таки мы должны искать какую-то дополнительную поддержку для потенциальной идеи разгона индекса потребительских цен, то есть уровня инфляции. И индекс цен производителей это как раз одна из компонентов этого индикатора. Поэтому если завтра индекс цен производителей основу покажет положительную переоценку по сравнению с прошлым релизом, значит доллар точно получит поддержку и, соответственно, усилит наши ожидания того, что инфляция постепенно будет расти. В среду ключевые отчеты будут посвящены американскому рынку, это решение поставки ФРС США и пресс-конференции ФРС после решения поставки. Здесь я специально выделил именно эти два релиза как ключевые и важнейшие, потому что действительно именно они будут формировать настроение на финансовых рынках и именно от того, что мы услышим по факту выступления Джанет Хеллин, мы будем делать выводы о том, как действовать по многим активам дальше. Я считаю то, что жесткость в ее комментариях должна прозвучать, тем более, что до этого мы видели не одну позицию со стороны высокопоставленных монетарных чиновников, которые являются голосующими членами. Может быть, Джанет Хеллин они в чем-то уже убедили. Тем более, что Джанет Хеллин ясно дала нам понять то, что от последующей статистики, которая должна была быть опубликована, и мы видим то, что опубликуется после ее последнего выступления, именно эта статистика, а точнее ее сила, может стать определяющей для того, чтобы она изменила собственному позиционированию и взглядов касательно того, готова ли американская экономика к дальнейшему ужеточению монетарной политики. За последние три недели мы получили массу хороших, сильных отчетов, но единственное, что у нас подвел индекс потребительских цен, но надеюсь, что по причине того, что это еще не системная статистика, это не, скажем, тренд из нескольких релизов, думаю, что Джанет Хеллин все-таки не будет много негативить по этому факту, попробует поискать несколько достаточных комплиментов для американской экономики и для доллара, а мы будем использовать это как возможность для роста американца. Из других важных отчетов это динамика по рынку труда Англии. Здесь даже помимо уровня безработицы максимум внимания нужно будет обратить на зарплату, потому что, как я уже сказал в отношении американца, зарплата является индикатором для роста индекса потребительских цен для инфляции, а инфляция влияет непосредственно на дальнейшее решение по изменению монетарной политики. Англия по-прежнему, ну, отдельные представители надеются на то, что до конца 2017 года будет все-таки поднята ставка. Я считаю то, что это чрезмерно оптимистичное ожидание, и мне нравится, скажем, убеждаться в этом каждый раз, когда я получаю слабый релиз, слабый отчет, который указывает на то, что я прав. Поэтому в случае снижения заработной платы мы вместе с вами, соответственно, с прочими участниками рынка, которые верят в ослабление фунта, получат еще один неплохой сигнал в пользу того, что оснований для роста британца на рынке нет. Ну, еще два отчета по состоянию запасов нефти. Здесь все без изменений. Даже несмотря на локальное увеличение запасов, мы прекрасно понимаем то, что сейчас рынок особо негативить не собирается по нефти, потому что основным событием является заседание 20 марта, и до этого заседания я считаю то, что прочий фундамент, статистика будет второплановой. Сейчас трейдеры предпримут еще попытку закрепиться повыше рубежа 40 долларов за баррель. Опять же, поскольку до 20 марта есть еще 5 полноценных дней, и есть еще запас времени, чтобы поспекулировать на надежды в том, что договоренность будет. А поэтому трейдеры непременно воспользуются этим шансом, и даже несмотря на сегодняшнюю разгрузку, которую мы наблюдаем по Brentus, могут загнать этот инструмент еще выше. В четверг особенно выделил выступление главы Банка Японии Курады, потому что вот как раз в этом выставлении мы и будем искать сигналы на то, будет ли изменяться программа количественного смягчения. Я считаю то, что сигналы получим. Но Курада в последнее время довольно-таки, скажем, негативен в оценке перспектив для национальной экономики и касается темы потенциального более агрессивного покупок активов. Возможно, после последних событий в рамках Европейского Центрального Банка, возможного изменения какого-либо изменения в политике ФРСа, об этом мы узнаем в среду, точно такие же изменения могут произойти и в рамках японского регулятора. Но если они произойдут, они будут носить исключительно мягкий подтекст, а значит создавать куда больше оснований для разгрузки японской валюты. То есть это еще одна поддержка для наших длинных идей по паре USD и иена. Четверг станет традиционно суперчетвергом, потому что для фунта будет опубликовано еще решение банково-процентной ставки по планированному объему буквы активов, а также протокол последовательного заседания в Банк Англии. И если мы, опять же, будем ссылаться на релизы последних недель, я хочу сказать, что этот протокол может дать нам еще один сигнал в пользу того, что Банк Англии даже и не предпримет, опять же, попытку поднять ставку до конца 2017 года. Об этом мы с вами уже говорили, но еще один, конечно же, сигнал, еще одно подтверждение будет не лишним. Тем более, что фунта в последние несколько дней уж очень упорно игнорирует весь негатив, продолжает коробиться вверх тогда, когда нет оснований. Может быть, в этот раз протоколы сломают его бычий настрой и укажут на те значения, которые являются для него более определяющими. И в пятницу нас будет ждать статистика еще из России решением о процентной ставке. Здесь по причине роста нефти пока перестроились на положительные ожидания по и российскому фондовому рынку, и по курсу национальной валюты. Если укрепляется нефть, значит, сменяется, опять же, гнев на милость в отношении достаточности бюджета Российской Федерации. И остро так не встают вопросы по поводу потенциальных изменений в монетарной политике и возможных стимулах для того, чтобы ослабить спекулятивное давление на курс национальной валюты. Рубль чувствует себя очень неплохо, и текущие значения около 70 явно соответствуют тем ценовым значениям, которые мы видим по нефти. Полагаю, что если и действовать Центральному банку России, то это необходимо делать сейчас. Действовать – это снижать ставку с текущих 11%, может быть, даже до 10,5%, потому что снижение процентов ставки – это, конечно же, возможность выдохнуть потенциально нуждающимся в кредитах потребителям, потому что снижение ставки – это облегчение потенциального долгового времени. Из других отчетов здесь также вы видите индекс потребительского доверия Мичиганского университета, традиционный важный релиз, но куда более важным может стать выступление представителя ФРС Дадли, который традиционно является нашим, скажем, дружеским представителем ФРС, потому что Дадли вот уже на протяжении, наверное, последних двух или трех кварталов готовил нас сначала к тому, что ФРС пойдет на решение по разгону процентных оставок. В принципе, это состоялось, и сейчас Дадли поддерживает идею того, что американская экономика и дальше может сталкиваться и, в принципе, к этому готова, чтобы разгонять как-то срочные процентные ставки даже выше 0,75%. Подобные комментарии также могут поддержать позиции американца. Если уж и в статистике мы не найдем подтверждения для этого, то, по крайней мере, в формулировках представителей ФРС должны. И традиционный пятничный отчет Baker Hughes по количеству нефтяных платформ. Здесь, наверное, мы увидим очередное снижение количества муровых, как это было на протяжении последних 12 недель. Но повлияет ли это на нефти? Я думаю, что вряд ли, потому что в пятницу, то есть останется, по сути, два дня до долгожданного заседания ОПЕК и России. Трейдеры уж точно будут гадать, смогут ли стороны договориться и начеты, тем более на вокальные внимания, обращать не станут. Но в пятницу будет момент X. Я считаю то, что советую вам все-таки посетить наш брифинг, который состоится утром в пятницу в 9.30 в прямом эфире на перископе, если есть такая возможность. Мы еще раз подведем итоги текущей актуальной динамики нефти и посмотрим, что можно ожидать от этого актива в преддверии заседания ОПЕК и России. По факту уже будем говорить в понедельник. Собственно, на этом все. Если коснуться еще целевых ориентиров по наиболее ликвидным валютным парам, это евро, доллар, а вот USD, USD и фунт против американцев. Вы их сейчас видите на своих экранах. Будем надеяться, что к этим ценовым рубежам пары смогут приблизиться до конца этой недели. На этом все. Если есть вопросы, с радостью на них отвечу. Можете задавать либо в рубрику общий чат, либо в рубрику вопросы. Что касается длинной сделки австралийца 0.7575, честно говоря, на текущий момент вы должны находиться уже в СЭЛ. Да, это хороший уровень, тем более, что я полагал, что разворот должен был пойти еще с уровня 0.75. Но сейчас мы видим то, что вслед за решением Резервного банка по Новой Зеландии обычно сохраняется преемственность и уже Резервного банка Австралии. Думаю, что в ближайшее время мы начнем спекулировать на возможное снижение процентной ставки со стороны этого регулятора, то есть это еще один фактор негатива. Потом у нас на повестке ФРС полагают, что в этот раз, как я уже отметил, ФРС должен порадовать тех, кто делает ставку на покупку американца. Если это случится, то австралийцы действительно окажутся аутсайдером, собственно, так же, как и другие рисковые инструменты. Поэтому если еще запас прочности есть, и если вы так же, как и я, уверены в том, что австралийцы будут снижаться, у вас хороший ценовой рубеж, можно поддержать. Евро-иену. Здесь давайте все-таки переживем ФРС, посмотрим, что нам скажет американский регулятор по их национальной денежно-кредитной политике. Потом взвесим уже политику ФРС, ЕЦБ. Посмотрим, что будет с долларом, как доллар повлияет на японскую иену, а что будет уже по факту предстоящего выступления Курады. Услышим, что что-нибудь будет прорывное и интересное. И сопоставим уже вместе евро, иену и американцы. То есть с этим вопросом я предлагаю вам повременить. В следующий понедельник у нас непременно будет возможность с вами снова встретиться. Сначала на бриллинге, а потом в ходе вебинара. Вот там давайте подробно и поговорим. Ну вот, есть очень мрачные, конечно же, ждания по курсу национальной валюты и бренду. Я хочу сказать то, что в ваших ожиданиях, скажем, есть доля правды. И вполне возможно, что мы увидим значение даже еще выше и по паре USD RAP и, соответственно, еще ниже по бренду. Но для того, чтобы увидеть их, нужно получить железо-бетонный фундаментальный сигнал. Получим мы его только 20 марта. Если компромисса не будет, как я уже сказал, тогда да, долгосрочно, как я уже отметил, у нас снова сначала 80 по паре USD RAP, потом сможем сходить еще выше. По бренду, я думаю, что сможем упасть даже ниже 25. Но если докупаемость будет достигнута, конечно же, эти цели останутся уже, точнее, станут абсолютно неактуальными, потому что снижение производства нефти будет в перспективе ближайшего года потихоньку, скажем, выравнивать баланс между спросом и предложением. Рубль, разумеется, будет следовать за ростом нефти. Если он будет следовать за ростом нефти, это уж никак не девальвация, а еще большее укрепление. В общем, как-то так. Следим. Евгения, по поводу золота, полностью разделяю вашу позицию. Полагаю, что ту разворотную свечу, которую мы видели в пятницу, хотелось бы подкрепить еще большим снижением в эту среду. И если все будет именно так, пожалуйста, прошлая пятница станет макушкой того не совсем оправданного ралли обычного, который мы видели в последнее время. И текущие значения могут быть очень прибыльными для долгосрочного трейдинга с, соответственно, правильным подходом риск-менеджмента. Я бы делал ставку на ослабление буквально всех драг-металлов. Может быть, даже еще ниже. 1200 это для тех, кто не хочет рисковать. Сейчас я предлагал дождаться этого рубежа и только потом продавать. Для тех, кто хочет идти в шапанк прекрасное значение с текущих значений до 1200.